Всем доброго времени суток! Огромный привет из Вашингтона и из здания Капитолия. Сегодня я пошла на экскурсию в 9 утра. Каждый желающий может записаться на тур в электронном виде и затем прийти и здесь зарегистрироваться. При регистрации нам дали вот такие бейчики и в 9 утра мы пойдем и нам проведут экскурсию по зданию. Здание, где заседает конгресс. Здание просто огроменное, поражает своими масштабами. Все сделано из мрамора, с подсветкой. Очень красивое здание, которое поражает масштабами грандиозности. Центральный полк я нахожу сейчас. Так называемый центр для посещений. Громнейшее здание, вы можете сравнить людей. Высота потолков. Здесь здания стоят статуи. Одна культуральная статуя. Дополнительно можно получить визитер-центр билеты в здание Палаты представителей и в здание Сената. Просто нужно пройти немножко назад. Сейчас я вам покажу. Смотрите, где находится визитер-центр. Вы проходите туда в проход и вам там дадут билет. Скажете, что вы интернешно-унистер. Сейчас я захожу в здание конгресса, которое предстоит заседание в 19 веке. И были выборы президента. Они заседали 35 раз и никак не могли выбрать президента. Выиграл Томманс, потому что в один день был снег и половина не пришла. Сейчас я нахожусь внутри здания, так называемого Храма Свобода в Капитоле. Смотреть, какая высота. Далее камни и картины. Дальше картины. Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Вот и закончился тур по Капитолию. К сожалению, я не успела снимать, рассказывать. Очень много интересных вещей рассказал тургайд, о которых я обязательно напишу в своем блоге. Сейчас же я это рассказывать не буду. Но впечатлило то, что разрешили сходить в заседание Сената, где проходило заседание, и они обсуждали по реформе, по медицинской страховке. И также мы сходили в палату представителей Сената, но там было пусто, не было ни единой сессии. Но тем не менее поразили масштабы здания. И также передаю огромный привет Андрею Петрову, который просил меня снять это видео специально для него. Такое, Андрюха, для тебя специально. Здание Капитолиума. На вершине расположена статуя Свободы, так называемая. А под ним купол, который фотографии я покажу в своем блоге. Заходите на блог russia2yosa.ru и также подписывайтесь на мой видеоканал. Всех целую. Большой привет из Вашингтона. Пока. Пока.